Артур и Диатурин Артур и Диатурин Артур и Диатурин Артур и Диатурин Артурин 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 ожидании повышения ставки, и это привело к повышению доходности на этой неделе на 15% пунктов, что стало самым сильным, самым значительным ростом за последние 3 месяца. Ее рост, эта доходность, означает сокращение дисконтированной стоимости будущих потоков платежей по облигации, то есть меньшую стоимость потоков будущих платежей или просто снижение цены облигаций, текущее снижение цены облигаций. Инвесторы готовы заплатить за облигацию меньше, по сути, чтобы получить фиксированные платежи в будущем, те же самые платежи. И это происходит потому, что они думают, что могут найти лучшее применение капитала где-то еще. Этому есть и другие объяснения, то есть от оку с рынка бандов, например, что инвесторы уверены в перспективах американской экономики из-за роста инфляционных ожиданий или ожиданий по повышению краткосрочной процентной ставки. В обоих случаях снижается или реальная доходность, или растут альтернативные издержки хранения капитала. Первый фактор объясняет второй, так как целью Федрезерва является приведение инфляции к целевому уровню и контролю ожиданий по инфляции, что она, по сути, осуществляет очень ограниченным набором инструментов, в частности, процентной ставкой. Повышенный оптимизм рынка оценивается сейчас не менее чем в два раунда, дополнительных два раунда повышения ставки в этом году. Что любопытная ситуация на рынке казначейских облигаций вновь стала почти самостоятельно руководить поведением доллара, то есть практически стала главенствующим фактором, на который сейчас ориентируются инвесторы, чтобы понимать динамику доллара. Корреляция между доходностью и долларом, которую можно видеть вот на этом графике, вот на ваших экранах взлет доллара и взлет доходности по казначейским облигациям в последний раз была примерно такой же сильной во время избрания Трампа на должность в конце 2016 года, когда как раз таки выдвигались его агрессивные обещания как-то ускорить экономику, снизить налоги, повысить кострессные расходы и другие расширительные меры. То есть, по сути, наблюдалась конвергенция позиций в ФРС, то есть она видела рост, и Трамп видел рост, и инвесторы верили в их обещания и прогнозы. Однако затем последовали обвинения Китая и других стран в манипуляции стороны Трампа, вербальное подавление доллара, что вот может с помощью Трампа говорят, что там не нужен сильный доллар для того, чтобы больше экспортировать. Также помешало повышение доллара промедление с налоговой реформой поражения в реформе здравоохранения, но тогда ФРС поддерживал довольно-таки истребинную позицию, то есть ожидал, что будут повышать ставки, и именно там наступил период дивергенции мнений между ФРС и администрацией Белого дома, что, по сути, вело инвесторов в небольшое замешательство. Сейчас вот именно возвращение корреляции, которая наблюдается вот здесь. Из этого можно сделать вывод, что инвесторы смотрят оптимистично на политику Трампа и одновременно верят словам ФРС, успешно верят в то, что налоговая реформа как-то сработает, поэтому, в принципе, мы и наблюдаем такое синхронное движение в этих двух инструментах. С этой точки зрения доллар имеет еще достаточно пространства для роста, именно вот этот оптимизм, возвращение такого синхронного оптимизма у инвесторов. Однако, как я уже говорил, сильный доллар – это препятствие для инфляции, и это хорошо стало видно в апреле, когда в целом признаков смягчения экономической обстановки не наблюдалось, и у инфляции было мало причин снижаться, кроме как из-за усиления позиции доллара. Даже с точки зрения измерения потребительской инфляции уже понятно, что часть потребительской корзины заставляет импорт, и в США он достигал 18%, затем снизился до 14,5%. Это довольно внушительная фигура. Она говорит о том, что повышение доллара, в принципе, имеет значительное влияние на изменение стоимости потребительской корзины, и поэтому удорожание в данном случае доллара ведет к удешевлению импорта, то есть удешевлению потребительской корзины. И вот эта внушительная доля импорта ВВП, она, кстати, этому очень сильно способствует. Очевидно, что для отдельного инвестора длинная позиция по доллару сейчас – это борьба как раз таки с мыслями о том, что укрепление доллара вызовет промах, промах в инфляции в последующих месяцах и, возможно, переход ФРС к какой-то более мягкой политике. И этим именно доллар ограничен. И с этой точки зрения потенциал роста американской валюты выглядит, имеет очень много препятствий. Как уже было отмечено в предыдущем обзоре, доллар следовало продавать с уровнем 23,50-94 вот с этого диапазона. Так как уровень 95, уровень еще выше, сейчас выглядит таким глобальным пределом и без слабых, значительно слабых данных по экономике оппонентов США, например, еврозоны, этот уровень вряд ли может быть преодолен. Просто даже ожидание сформировать не получается по долгосрочному росту доллара, как раз таки из-за того, что сам доллар выступает препятствием к его росту. Из-за того, что он, естественно, связан с политикой ФРС, с инфляционными ожиданиями инвесторов и по позиции зависимостью ФРС от этих инфляционных ожиданий. И поэтому с текущих уровней рост доллара, он имеет очень много барьеров и, скорее всего, будет двигаться в ограниченном диапазоне вот на текущих уровнях. Нефть сегодня вряд ли покажет новый рекорд. Экономический календарь относительно невзрачный на предмет важных событий. Ну вот, если посмотреть, то сегодня можно отметить, наверное, только данные по буровой активности от Бейкер Хьюжса и выступления Капана. В остальном по остальным валютам, ну, кроме канадских данных по инфляции, у нас остается достаточно немного данных, которые вообще могут как-то повлиять. И поэтому стоит ожидать сегодня закрытия части длинных позиций по доллару перед выходным, как раз-таки из-за отсутствия катализаторов к росту. И достаточно благоприятной недели для покупателей по доллару. Стоит также учесть, что вероятность неблагоприятного исхода в политических проблемах еврозоны снизилась, так как итальянские партии популистские вчера не стали пытать руководство Евросоюза требованием простить долг. Их планы не содержат данного условия, что возвращает экономическую перспективу. Резон основан на первый план. Но она пока также весьма безрадостная. И поэтому ставить на рост евро только если, ну возможно только если ловить какие-то коррекционные движения вверх, отскаки ввод от каких-то уровней, которые лежат ниже и ниже. Вот. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Оставляйте ваши вопросы, комментарии. Увидимся с вами в понедельник.